Пока одни мореплаватели Владивостока отмечали профессиональный праздник, другие корпели над одной из самых серьезных и вызывающих бурные дискуссии тем – образование. Доклады экспертов прозвучали в кузнице морских кадров. МГУ имени адмирала Невельского принял у себя 41-ю всероссийскую конференцию, посвященную этой теме. Мероприятие оказалось разбито на 8 секций, в рамках которых были и лекции, и практические тренинги с мастер-классами. Однако гвоздем программы стали дебаты, посвященные критике и проблемам современного образования, не только при подготовке будущих моряков, но и в целом по стране. Последние годы российское образование подверглось интенсивному реформированию, и что в итоге привело к основательному разрыву, развалу некогда лучшей в мире системы образования. И как итог получили поколения, даже не одно, а два, а может их еще и больше будет, тех молодых россиян, которые занимаются профессиональным потребением знаний, только и всего. И процесс обучения является скорее неприятной обузой, чем средством достижения цели. Под пристальное внимание и беспощадную критику преподавателя Сапрамата попала так называемая бально-рейтинговая система, сокращенно БРЭС. Проблему опытный педагог видит в том, что ее основой становится не накопление знаний и опыта по предмету, а банальные посещения и соблюдение сроков сдачи лабораторных работ, курсовых и прочего. Этим и объясняется, по словам докладчика, повышенный интерес курсантов, будущих моряков, к этой системе. К сожалению, причиной интереса служит не стремление к знаниям, а желание чисто механически поднять количество баллов за предмет до уровня, когда можно будет претендовать на общую автоматическую оценку знаний. Впрочем, не критика единой. Не обошлось на конференции, посвященной качеству образования, без докладов, внушающих надежду на будущее. Так, один из спикеров представил доказательства цифровизации отрасли образования, причем именно Морской университет, считает он, уже через год станет флагманом в этом направлении. Это объясняется тем, что прямо сейчас на территории МГУ проходит стройка нового тренажерного комплекса, беспрецедентного по своим масштабам и оснащению на всем Дальнем Востоке. Его стоимость оценивается в 3 миллиарда рублей, а общая площадь помещений, в которых будут самые инновационные тренажеры и симуляторы, составляет 16 тысяч квадратных метров. Можно говорить о цифровизации отрасли образования, потому что по проекту, кроме вычислительного оборудования, достаточное количество программное обеспечение предусмотрено, в том числе информационная система управления деятельностью вуза как такового. В ходе конференции спикеры затронули и психолого-педагогические технологии обучения, и перспективы развития физической культуры и спорта в системе высшего образования. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.